Этап 7. Руки закрывают парус. Правильное использование рук для закрывания паруса является критическим моментом для поддержания скорости и контроля. Закрытие паруса при подходе к повороту помогает двум вещам. Во-первых, для подъема тебя на доску, как ты видел на предыдущих двух этапах. Во-вторых, это обеспечивает скорость и инерцию для режущей части поворота. Чем дальше в поворот парус остается закрытым, тем больше скорости остается на выходе. Если открыть парус при подходе или входе в поворот, доска рано замедляется в процессе поворота. Если держать парус закрытым при входе, то ты пройдешь по инерции через этапы смены ног и переброса паруса, оставляясь на глисе весь поворот. Ты уже переместил руки на гик, и теперь посмотрим на работу рук. При входе в поворот задняя рука держит парус закрытым, передняя же дает мачте наклониться внутрь поворота. Руки работают координированно, держа парус закрытым. Задняя рука тянет гик на себя, при этом мачта, естественно, движется в противоположном направлении. Фокус в том, чтобы расслабить переднюю руку и дать мачте отойти от тебя. Если дать мачте отодвинуться, то закрывание паруса станет легче. Одна из частых проблем – это забывание сдвинуть руку назад, перед отцеплением. Тогда, при входе в поворот, тебе будет трудно закрыть парус, и это приведет к так называемому синдрому куриного крылышка. При этом парус откроется и столкнет тебя вовнутрь поворота. Рецепт – это не забывать сдвинуть руку назад по гику перед отцеплением трапеции. Другая частая проблема – это попытка сильно тянуть передней рукой. Когда ты тянешь мачту назад, шкотовый угол выдергивается вперед и бросает тебя внутрь поворота. Помни про синхронное движение рук при закрывании паруса. Другая частая ошибка – это натягивание паруса на себя обеими руками. Это приводит к тому, что и парус, и ты сильно отклонитесь назад, перегружая корму, вызывая эффект «Воу, Нелли». Нелли – это популярная кличка лошадей. Натягивание паруса обеими руками застопорит движение доски и приблизит гик так, что это увеличивает возможность зацепления крюком трапеции в неподходящий момент. Опять повторю – плавно закрывай парус задней рукой и выпрямляй переднюю. Насколько агрессивно закрывать парус зависит от твоего уровня и условий катания. Вначале старайся закрывать парус умеренно и дай мачте слегка наклониться в поворот. По мере роста мастерства, сильнее закрывай парус и наклоняй мачту в поворот, что прибавит скорости и зрелищности твоему фордаку. По достижении мастерства, только условия погоды будут диктовать тебе, насколько сильно тебе закрывать парус. Сёрфер слева поворачивает при средней силе ветра. А сёрфер справа – в условиях сильного ветра. Левый сёрфер закрывает парус и наклоняет мачту в поворот менее агрессивно. Правый сёрфер поднимает гека вверх и кладет мачту над водой. Насколько радикально действовать, станет яснее с опытом, по мере прогрессирования, в чём мы не сомневаемся. Ты будешь раздвигать рамки своих возможностей, что вознаградит тебя многими годами восхитительных фордаков. Этап номер восемь. Подбородок вверх, спина прямая. Этот этап – это десерт после всех ступеней входа в поворот. После правильной подготовки и принятия правильной стойки для резки поворота, твоя поза должна выглядеть примерно так. Голеностопы и колени согнуты, как будто для молитвы. Таз подан вперёд, ягодицы зажаты так, как будто ты уронил кусок мыла в тюремной бане. Передняя рука выпрямлена, наклоняя мачту. Задняя рука согнута, закрывает парус. И, наконец, подбородок вперёд и спина выпрямлены. Это помогает сохранить равновесие для остатка поворота. Ну а животик, как у этого типа, иметь необязательно для фордака. Хоть это и помогает удерживать большой парус в сильный ветер. Вход в поворот, стоя на прямых ногах, чаще всего заканчивается в положении согнутой спиной, что выведет тебя из равновесия при перемене ног и перебрасывании паруса. Присядь ниже и выдвини таз вперёд, так чтобы спина оставалась прямой. Опускание подбородка тоже приведёт к слабой позе для резки поворота. Держи подбородок вперёд и смотри туда, куда ты поворачиваешь. Вход в поворот – это наиболее пугающая часть манёвра. Но при правильном подходе к повороту и чётком входе в поворот, ты пройдёшь остаток поворота с запасом скорости и контроля.